Зона степей По сравнению с лесной зоной, тепла здесь больше, а осадков меньше. Деревьям расти все труднее, их становится все меньше, а потом они и совсем исчезают. Так начинается зона степей. Давай найдем на карте зону степей. Степи – это бескрайние равнины, покрытые травянистой растительностью. Почва здесь очень плодородная. Это главное отличие степей от других природных зон. В лесу слой перегноя только около 15 см, а в степи – 50 см и больше. Весной степь особенно красива. Цветут тюльпаны, ирисы, маки. Эти растения так и называют раннецветущими. Растения спешат использовать весеннюю влагу, чтобы отцвести и запасти питательные вещества в корневищах, клубнях, луковицах до будущей весны. Степь – это царство разнотравья. В стеверных степях на одном квадратном метре их растет до 80 видов. Это и шалфей, и сонтрава, и горицвет, и незабудки, и пион, и румянка. Румянка потому, что раньше корнем этого растения румянили щеки. Многие степные растения имеют на листьях волоски, колючки, шипы. Или выделяют эфирные масла, которые защищают растения от излишнего испарения. Вот почему степные травы сильно пахнут. В северной степи растут кустарники, черн или колючая слива, степная вишня, миндаль. В южной степи растут в основном злаки. Это типчак, ковыль. Когда ковыль зацветает, степь становится похожа на серебристое море. Корни у ковыля длинные. Это помогает растению получать влагу. А листья очень узкие и сложены вдоль трубочкой. Это уменьшает испарение воды. А вот еще интересное растение южных степей. Перекати поле. В конце сентября стебель у него пересыхает. И ветер перекатывает растение, высыпая из него семена. Лето здесь теплое, продолжительное, засушливое. Часто дуют горячие ветры, суховеи. И в августе от сухой травы степь становится серая. Дожди здесь редки. Обычно они ливневые. Быстро проходит ливень. И большая часть воды не успевает напоить почву. Потоками стекает в низины и испаряется. Травами и растениями степей питаются насекомые. Богомол. Кузнечик. Степная дыбка. Пчела. От количества трав и насекомых зависит жизнь птиц и других животных, обитающих в степи. Из года в год на одни и те же места возвращается журавль-красавка. Это действительно красивый журавль. Здесь самка воспитывает до взрослого возраста двух маленьких журавлят. Красавка – птица осторожная и пугливая. Во всем мире их осталось тысяча особей. Обитают в степи еще более редкие птицы – серая куропатка, дрофа. Степной орел – хищная птица. Это настоящее украшение природы. Он очень крупный, в размахе крыльев бывает до двух метров. У него зоркие глаза, и он подолгу парит над степью, высматривая добычу, а потом обрушивается на нее. Степь – открытое место, поэтому от хищников все грызуны прячутся в норах. Это мыши, хомяки, суслики. Суслик – самые известные грызуны в степи. Живут они колониями, и все вместе выходят на поверхность покормиться. Один или два суслика стоят столбиком, осматривая окрестности. Заметив опасность, сторожа издают громкий свист. По этому сигналу все зверьки скрываются в норах. Три месяца суслик бодрствует и отъедается, а остальные девять спит в норе. Этот зверек интересен тем, что совсем не пьет воду, а влагу получает с кормом, которым питается. В степной зоне очень много городов, поселков, сел. Это самая густонаселенная природная зона из всех зон России. Почвы здесь очень плодородные, и люди издавна распахивали их для выращивания сельскохозяйственных культур. Поэтому нетронутых земель становится все меньше, и растения и животные нуждаются в защите. Поэтому создаются поведники. В одном из них живут сайгаки. На этом наш урок закончен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok